Рассмотрим, как отразить досрочный переход на ФСБУ 25.18 в конфигурации 1С-Бухгалтерия 8, редакция 3. Рассмотрим учет аренды по ФСБУ 25.2018 у арендатора. Здесь у нас добавлены два варианта. Первый – с включением арендной платы в затраты. Это простой способ. И второй способ – это с признанием права пользования предметом аренды и обязательств. Это сложная схема, которую мы сегодня рассмотрим. Для обобщения информации об арендованном имуществе используются счета учета. 0.1.0.3 – арендованное имущество. 0.1.К – корректировка стоимости арендованного имущества. И 0.2.0.3 – это амортизация арендованного имущества. Для обобщения информации и расчетов по договорам аренды в программе предназначен субсчет 7607. И к нему открыты следующие субсчета. 7607.1 – это арендованные обязательства. 7607.2 – это задолженность по арендованным платежам. 7607.5 – это проценты по арендной плате. 7607.9 – это НДС по арендованным обязательствам. Для начала нам необходимо сделать настройки в программе. Для этого нам нужно зайти в раздел «Главное», «Функциональность» и в разделе «Основные средства» поставить напротив строки «Сдача в аренду» галочку. Также нам нужно будет сделать настройки в учетной политике. Идем в учетную политику. И напротив «ФСБУ-25» – бухгалтерский учет аренды применяется. Ставим кнопочку «Досрочную» с 2021 года. В результате чего в разделе «Основные средства» и «Нематериальные активы» являются новые документы. Это поступление в аренду и изменение условий аренды. Те, кто ведет лизинг – это поступление в лизинг, изменение условий лизинга и выкуп предметов лизинга. Для начала отражения операций по аренде нам необходимо сделать документ «Поступление в аренду». Я уже такую создала. Здесь есть некоторые нюансы. То есть мы заполняем контрагента, текст договора. В новом поле «Дата окончания договора» мы указываем дату окончания договора согласно нашего документа. В новом поле «Оценка» в бухгалтерском учете мы должны рассчитывать за поставки. И в появившемся поле мы указываем процент дисконтирования. У меня это 2%. Данная строка у нас присутствует только в конфигурации «Корп». Также я должна указать, как я должна принять к учету данный предмет аренды. Этим документом, то есть это 08 счет. Или я буду принимать его позднее. Но для этого мне нужно будет сделать документ принятия к учету основных средств. Здесь же я должна указать, каким образом я буду учитывать, на каком счете затраты по амортизации в бухгалтерском учете и в налоговом учете. У меня это 26 счет. Шапку мы заполнили. В табличной части мы по кнопочке «Добавить» добавляем наш объект аренды. Это составная часть справочника основных средств. Через кнопочку «Создать» создаем. Вот я создала аренду офисом. В графе «Сумма» мы указываем сумму за весь срок аренды. То есть если у нас 12 месяцев аренда, а 3 миллиона у нас платеж ежемесячный, 12 умножить на 3. Здесь мы указываем эту сумму за весь срок аренды платежи. Выбираю процент по НДС, проводки у нас формируются автоматически. Дальше мы должны будем заполнить график платежей. Здесь будет ссылочка «Не указано». Мы по ней проходим. Здесь поля будут пустые. Нажимаю кнопку «Заполнить». Указываю первый месяц платежа. Это у меня 5 число. Ноябрь. И указываю здесь тоже. До 5 августа я должна заплатить сумму. 3.097.606. Месячную сумму здесь я указываю. И кнопочку «Заполнить». У меня заполнились платежи ежемесячные до конца окончания договора. Всего платежей общая сумма за весь период, которую я указала в табличной части документа. Окей. Записываю и провожу документ. На основании этого документа можно сделать изменение условий аренды, если вдруг какие-то у нас условия поменялись. Здесь же я могу посмотреть проводки по документу. То есть это принятие к учету, обязательства по арендованному имуществу. Дальше каждый месяц нам необходимо будет на основании акта выполненных работ и услуг от арендодателя создать документ «Поступление услуги аренды». Для этого я нажимаю «Поступление» и у нас появился здесь новый документ «Услуги аренды». Я его нажимаю, создается новый документ аренды. Я должна буду запомнить все соответствующие поля. Тоже контрагент, договор. И в новом поле «Способ учета» я должна указать плату за право пользования перед предметом аренды. То есть здесь предусмотрено для простой схемы аренды первый вариант и для наш второй вариант. Я его выбираю. Если мы используем простую схему, то документ «Поступление аренды» мы уже не делаем. Заполняю шапку документа. Заполняю табличную часть. Выбираю номенклатуру «Аренда». Проставляю месячный платеж. Тот, который я должна заплатить процент НДС. И проводки у нас формируются автоматически. Провожу документы и закрываю. Дальше в конце месяца в разделе «Операции» мы должны сделать закрытие месяца. После закрытия месяца у нас появляются две стакки. То есть признание в налоговом учете арендных платежей и начисление процентов. Процентных расходов. Здесь мы можем посмотреть наши проводки и отчет по признанным расходам. По аренде. Также мы можем данный отчет посмотреть из справок расчета. После закрытия месяца, когда мы сформируем отчеты, оборотно-сальдовая ведомость, мы увидим на в наших субсчетах уже поступление основных средств. Это наша аренда 0103, амортизация. И на 76 счете 07 все обязательства, которые мы отразили данными операциями. Таким образом, мы произвели учет досрочный по услугам аренды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok